Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. Хочу всех вас познакомить с игрушкой под названием Outbreak. Субтитры сделал DimaTorzok Outbreak — это игра-симулятор погони за штормом, разрабатываемая для ПК, действие которых будет происходить в вымышленных городах Америки. Собственно, мы возьмем на себя роль профессиональных охотников за торнадо и используем все свои навыки, чтобы собрать данные о суровой погоде. Да, эта игрушка такая же, как Storm Chasers — симулятор охотников за торнадо. Игра разрабатывается на движке Unity. О ней впервые заявили в 2018 году, и в 2020 она появилась в Steam. Точной даты выхода у этой игры пока нет, но, как сказал разработчик, примерно ее полная дата выхода — это 2023 год лета. Разработкой игры занимается команда из 8 разработчиков. Игра будет включать в себя мультиплеер, а также некоторые отдельные сценарии для зарабатывания очков, для того, чтобы в дальнейшем в игре открывать новые возможности. Карта в игре будет иметь площадь 625 квадратных километров с различными достопримечательностями, такими как реки, каньоны, равнины, города и леса. Как говорил ранее, игрушка будет что-то наподобие Storm Chasers, только намного разнообразнее, больше, много новых функций, ну и, собственно, интересный геймплей и новая графика, новые погодные условия. По заявлению разработчиков, вся инфраструктура, которая будет в игре, здания, автомобили, заправки, будут полностью разрушаться от торнадо. Конечно же, все будет зависеть от его мощности, от силы ветров и прочего. Удары молний в игроков, град, осколки от разрушенных зданий — все это сможет вас легко убить или травмировать в игре. В игре появится несколько новых автомобилей для погони за торнадо. Так же, как в Storm Chasers, нам придется охотиться за торнадо, приближаться к ним по максимуму, фотографировать, собирать различные данные с помощью радаров, продавать всю собранную информацию и получать за это деньги, а также очки, на которые мы сможем покупать новые автомобили, покупать новую аппаратуру. Отдельную благодарность выражаю одному из ведущих разработчиков за предоставленную информацию, а также взятие некоторого видеоматериала. Погодные условия также в игре будут самыми-самыми разными, начиная от маленького моросящего дождя до крупного урагана, который просто-напросто будет сносить все на своем пути. Также хочется еще заметить, что в Outbreak погода не будет такой, как в Storm Chasers. То есть, условно говоря, Грозовой фронт не будет проходить через 5 минут после его появления. Шторм будет появляться в определенной локации и будет длиться очень долгое время. Торнадо, ураганы и ветра будут менять свое направление. И если все-таки нам удастся его достигнуть, мы откроем для себя то, что делают настоящие охотники за торнадо. Надеюсь, тебе данный обзор понравился. Все ссылочки в описании на Дискорд разработчика, а также на его канал. Обязательно ставь пальчик вверх, подписывайся на канал. Мы следим за данным проектом. Субтитры сделал DimaTorzok